МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Гарри Белышев. Здравствуйте. Общеобразовательная школа номер 3 1 сентября не примет учеников. Ее закрыли. Аварийное состояние учебного заведения угрожало жизни и здоровью детей. Директор школы и чиновники о проблеме знали, но молчали. Скрывать происходящее стало невозможно, когда в спортивном зале отвалился кусок стены. Это увидели рабочие, которые в тот момент устанавливали окно. Сегодня школу проинспектировал городской голова Запорожья Владимир Буряк. Подробности у Дарьи Купличенко. Директор общеобразовательной школы номер 3 Ольга Маглеванна с журналистами не общается. В агрессивной форме заявила, что школу снимать не позволит и об аварийном состоянии здания ничего говорить не будет. После приезда городского головы Владимира Буряка такое поведение становится понятным. Начали окна по программе, да? Да. Вытянули окно, а оно рухнуло. А что, до этого не видно было? Не видно было. То есть как считается, руководитель предприятия, да? Предприятие под названием «Школа». И плюс еще эта школа у нас в какой программе? Инклюзивная. Вот, пожалуйста. Ни в прошлом году, ни в этом руководство школы о необходимости ремонта не заявляло. А сейчас директор пытается объяснить ситуацию якобы отсутствием средств. А что ж когда были так, не говорили, что уже все? А теперь что будем делать? Надеемся на вашу помощь. Надеемся. А почему нельзя это было делать системно? Средств не было. А кто вам сказал? Ни в 2016-м, ни в этом бюджетном году средств на реконструкцию заложено не было. Профильный департамент писал заявление на ремонт других объектов. Но когда в третью школу в рамках городской программы приехали заменить окна, во время проведения работ кусок стены просто отвалился. Владимир Буряк потребовал в срочном порядке провести проверку состояния здания. Уже есть первые результаты. Здание аварийное, в принципе, если его на один год заниматься реконструкцией, это нецелесообразно. Если его сохранять и делать, это очень большие вложения. Я вам уже говорил, и вот и директору школы говорил, заботиться нужно было чуть раньше. И планировать, и зная о той ситуации, которая находится на этой школе, на бюджетной вот 17-го года, зная о состоянии. А мы ее прекрасно думали, правда? Хотя бы проект, чтобы выделить деньги на проект. Будет я депутатом, я бы тоже подумал, а куда вы смотрите? Так я и спрашиваю, куда вы смотрите? Ценой такого халатного отношения руководство школы и представители профильных департаментов к своим обязанностям могли стать жизнь и здоровье детей, подчеркнул Владимир Буряк. Меня возмутил тот факт, что об этом, как говорится, заявляют перед началом учебного года. Поэтому было вынесено мое решение об объявлении доганности с соответствующими выводами и директору департамента, и территориального образования, и директору школы на данный момент. Ну, это же не спасает вопрос и все остальное. Это говорит о отношении людей к своим обязанностям. До начала учебного года меньше месяца. Но подвергать риску детей, продолжая обучение в таких условиях, невозможно, считает городской голова и принимает непростое решение. Я, так говорится, не могу допустить, чтобы что-то случилось в школе с детьми. Мы принимаем такое решение, что в школе номер 3 с 1 сентября мы ее закрываем как аварийную на основании исследований. На ближайшей сессии городского совета рассмотрят вопрос о выделении средств на подготовку проекта реконструкции школы. Если депутаты его поддержат, ремонт смогут начать уже весной. В планах реконструкция здания и строительство нового корпуса. Предварительная стоимость работы около 50 миллионов гривен. Могут возникнуть проблемы на этапе согласования документации с Киевом. И здесь специалисты рассчитывают на поддержку народных депутатов. Детей и педагогический состав переведут в общеобразовательную школу номер 1, которая находится в районе Малого рынка. Это единственный на сегодня возможный вариант. И обучение теперь там будет проходить в две смены. Я еще раз извиняюсь перед жителями, перед мамами за то, что так произошло. Но придется немножко потерпеть. Зато в конце концов я уверен в том, что мы получим действительно школу, которая, я думаю, будет гордостью всего Запорожья. Дарья Куплеченко, Сергей Чалый, ТВ5. Развод, стрессы и страшный диагноз – рак. Такая череда событий выпала на долю жительницы Запорожья Русланы Гололобовой. Сейчас женщина одна растит трехлетнего сына и борется за свою жизнь. Однако средств на необходимое лечение не хватает. И она просит всех неравнодушных о помощи. В перерывах между капельницами Руслана читает сыну книжки. Полтора года назад брак Русланы распался. Она осталась одна с полуторагодовалым малышом. Вскоре после этого почувствовала недомогание. Стала текать нога, появились боли внизу живота. Она обратилась к врачам, делали УЗИ. Ничего сначала не обнаружили, не увидели. Прописали лечение на травках в основном, чтобы нога не отекала. Прошло два с половиной месяца, но легче Руслане не становилось. Тогда она снова пошла на обследование. Еще раз на УЗИ. Там уже обнаружили опухоль ночевого пузыря. Сделали МРТ, там все так подтвердилось. И сказали, что нужно проходить химиотерапию. Это страшно. С августа 2016 года Руслана прошла несколько курсов химии. Были осложнения. Сначала три курса прошла. Потом открылось кровотечение. И нельзя было проходить. Они по анализу не позволяли. Кроме этого, несколько раз после химиотерапии приходилось делать переливание крови. После химиотерапии нужно проверять, что кровь и анализ следить. Падают показатели очень сильной крови. А у меня были какие-то операции? У меня стоит нефростома. Была с обеих сторон в почках. Сейчас с одной стороны. Обе почечки работают, но с одной стороны нефростома. Пока что химиотерапия – единственный способ борьбы с агрессивной болезнью. На приобретение необходимых препаратов каждый месяц уходит несколько тысяч гривен. Мы уже не справляемся с своими средствами. Благодаря тому, что кто-то из знакомых, кто-то из родственников, что-то мамино. И у меня моя прояволитность теперь. Несмотря на поддержку близких и друзей, средств на лечение все равно не хватает. Больше всего Руслане хочется выздороветь. Мне просто тяжело. Мне просто хочется выздороветь, растить сына. Оказать помощь Руслане может каждый неравнодушный, связавшись с ее мамой Людмилой Анатольевной по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Ольга Васильева, Эдгар Копытов, ТВ5. Цирк на продажу. На днях появилось сообщение Минэкономразвития о том, что государственные стационарные цирки, среди которых и Запорожский, будут приватизированы. В свою очередь, Министерство культуры Украины эту информацию опровергает. Что же происходит на самом деле, разбиралась Юлия Пасько. Запорожский государственный цирк был введен в эксплуатацию 45 лет назад. Капитального ремонта с тех пор здесь не было. И это несмотря на то, что проблемных участков уже достаточно много. Стационарный цирк Запорожья находится на балансе Министерства культуры Украины. Но на достаточное финансирование со стороны государства рассчитывать не приходится. Деньги лишь частично выделяют на выплату заработной платы работникам цирка и на отопление. Запорожский цирк – дотационное предприятие, которое самостоятельно зарабатывает деньги. Однако этих средств все равно не хватает на проведение капитального ремонта. Особенно в плащевном состоянии – это гостиница артистов цирка по проспекту Соборный, 137. Особенно там балконы в аварийном состоянии. Также необходимо ремонтировать купол цирка, заменить кресло в зрительном зале, освещение. Ну, ремонт требуется везде. Приезжие артисты говорят, что все государственные стационарные цирки находятся примерно в одном состоянии. Нормально, по-скромному. Так скажем, и не шик, и не так, чтобы плохо. Все так, по-скромненькому, нормально. То есть видно, что государственный цирк? Да. На днях на некоторых запорожских сайтах появилась информация о приватизации запорожского цирка. Запорожский цирк выставят на приватизацию. Запорожский цирк и крупные предприятия города выставят на продажу. В Запорожье приватизируют цирк, экспертный центр и два завода. Такую информацию, вероятнее всего, СМИ получили на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины. Так появился перечень объектов государственной собственности, которые должны быть приватизированы с 2017 по 2020 год. В этот список вошли все стационарные цирки Украины, в том числе и Запорожский. Тем временем на сайте Министерства культуры, на балансе которого и находится Запорожский цирк, появилась другая информация. Приватизации не будет. Наголошуемо, что публикация такого переліку не является принятым решением про приватизацию, а лишь пропозициями Минэкономрозвитку. Уряд доручил этому министерству вносить изменения в сгаданные перелики в разе подания обгрунтованных пропозиций. Такие пропозиции Министерство культуры уже надписало соответствующим листом. Приватизация сгаданных предприятий порушит целесные системы, унеможливит формирование конвейера и приведет к непоправных негативных наследствам для цирковой галузи. Ну, эта процедура очень-очень длительная по поводу приватизации. Там в планах это, конечно, расписано до 2020 года. Если вдруг такое решение будет, его примет кабинет министров, примет его президент, то, конечно же, все цирковое общество станет на защиту цирков, чтобы этого не было. Потому что, окажись цирк в частных руках, лично я думаю, что цирковая отрасль умрет с этим. Евгений Захаров сотрудник государственной цирковой компании Украины. Живет в Одесской области. Постановкой номеров и непосредственным участием в них занимается уже более 20 лет. Несмотря на то, что финансовой помощи от государства не всегда хватает, говорит, что о приватизации цирков не может быть и речи. Как я могу таки великий групповый номер без поддержки государства? Вот сейчас мы будем делать новую постановку, как я уже сказал, новую программу. Как бы я мог, как бы мы могли приехать, как приватная группа, 10 человек? Как? За какие деньги? Пока что, мне кажется, это абсолютно невозможно. Юлия Пасько, Юрий Васильченко, ТВ5. Do you speak English? В Запорожье скоро начнет работать необычная образовательная программа, рассчитанная на людей старшего поколения. В вечерней школе номер 20 уже оборудован лингофонный класс. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе социальных инициатив «Мы – это город». Когда же первые ученики смогут приступить к изучению английского языка, знает Павел Васильев. «Сказка про трех красот». То есть картинка идет, идет текст, субтитры, идет включение. То есть все должно быть понятно, если это будет просматриваться раз за разом. Разные сказки, разные аудио-видеоматериалы для того, чтобы все запоминали. Маргарита Ткаченко готовится принять своих первых учеников-пенсионеров. Методика обучения уже разработана. Знакомые с детства сказки, а также специальные аудиоподборки с основными выражениями английского языка. Непременные условия и общение с носителями. Курс рассчитан на три месяца после. Студенты смогут достаточно свободно общаться на английском. Чтобы они смогли, встретив иностранца или поехать за границу, допустим, они смогли хотя бы базово объясниться, не потеряться. И самое важное – это понять. Понять человека. Помогать в обучении Маргарите будет современная техника. Это 10 нетбуков с возможностью трансформации в планшет, лицензионное программное обеспечение и наушники с микрофонами. Преподаватель сможет слушать каждого из своих учеников. Идея открыть курс английского для людей старшего поколения возникла у директора вечерней школы. На данный момент старшему поколению очень трудно выбраться куда-то в город и, находясь вместе с группой с обычными учащимися молодого поколения, чувствовать себя нормально, чтобы можно было обучаться. Эта идея к нам пришла. Мы проговорили ее с представителями местных квартальных комитетов. Они пообщались с населением. Население выражало полную поддержку, готовность участвовать в этом проекте. Следующим этапом стало участие в конкурсе социальных проектов комбината «Запорожсталь. Мы – это город». Проект «Дорога в будущее» стал одним из победителей. Грант в размере 70 тысяч гривен направили на закупку необходимого оборудования. Это очень хороший проект, потому что он позволит, скажем, людям нашего города развиваться. Со своей стороны отмечу, что всем известна фраза «учиться никогда не поздно». А саморазвитие у нас и постоянное совершенствование важно для людей, скажем, любого возраста. Независимо это школьник, студент, либо это взрослый состоявшийся человек. Сейчас в лингофонном классе идет настройка программы оборудования «Курс английского языка для пенсионеров». Начнут работать с 1 октября и уже сейчас набрано несколько групп будущих студентов. Авторы проекта говорят, готовы обучать любое количество желающих. Места и времени хватит для всех. Павел Васильев, Дарья Зырянова, ТВ5. Это все новости к данному часу уже в 19.00. Смотрите. Почти без нарушений. Как запорожские водители реагируют на спецсигналы? Лошадь-реабилитолог, бывший чемпион, помогает больным детям. Разгром на старте. Муниципальный металлург провел свой первый матч. Популярные украинские фильмы о сложной судьбе молодой женщины, попавшей в водоворот интриг, несправедливости и предательства близких людей. Смотрите продолжение сериала «Бессмертник» сразу после выпуска новостей на ТВ5. И напоминаю, актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zipi.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 19.00. Продолжение следует...